Друзья, парк имени Горького, городе Налилина, Центральный парк культуры и отдыха. Удивительно, попробуем подъехать. Спасибо, колонны. Что, самокат, он где-то двумя руками. Зашли мы в парк культуры имени Горького. Такие колонны. Да, Москва вся такая величистая, на все колоннах. Удивительно, 955 год. Сейчас чихнул. Сейчас чихнул. Люди сидят, тусят. Мы сейчас поедем по мере возможности. Как по мере возможности? Я буду останавливаться и снимать. Что-то интересное. Сейчас нас встречает пальма. Настоящая искусственная, не знаю. Ну, это искусственная. И мы будем двигаться дальше. Вот такой вот газон. Мы сами видим газон. Что, вода пить может, нет? Это парк. Большой парк. Большой, большой. Даже, я бы сказал, очень. Назарочный вазон. Автор неизвестен. Сновен в парке в своем полном году. Остановлен и установлен. А, осознан на прежнее место. Тут надо на самокате ездить. Тут пешком, конечно. На самокате тут, короче, едет 5 км в час. Ну, это, блядь, какой-то. Я 5 км в час пешком иду. Делали бы хотя бы 10, 10 за окном. А я бы, наверное, на Крыму. Фонтан большой. В Хабаровске тоже есть такой фонтан. На стадионе Мини Ленина там тоже большой фонтан. Такой же. Там тоже больше. Там больше такой, без воды, конечно. Он просто подведет и сразу стекает. А тут прям как. Прут. Прут. Зеленый парк, велосипедист катится. Там что-то разрушенное стоит. Непонятное что-то. Видимо, когда-то было что-то. Забросилось. Ну, там так. Ну, очень похож на наш парк революцию в Ростове. Похож, по-моему. Честно, он похож. Зеленый, зеленый там тоже так же. Ну, мне вообще. Вся Россия строилась по одному принципу. Просто Москва, она во всем больше. Во всем величественнее. Вот так. Это все. Блин, было бы круто тут ехать. У меня пальцы болят, жесть. Но я не буду весь парк смотреть. Блин, сколько смогу, пройду. Удвину в метро. До дома. Какой-то дурацкий хостел заехал. Ладно. Эти хостелы я потом расскажу. Пофотую. У меня есть все фотки. Я вам покажу, какие хостелы. Если что, посоветую, в какой лучше поехать. Самый нормальный. Я был в трех уже хостелах. Все в центре. И один у меня фаворит остался. Не могу даже прям его посоветовать. Сказать, что этот хостел будет классный, чистый, красивый, современный. И как отель, только хостел. Вот. Как отель, только хостел. Вот там все так. Все так современно, красиво. Только это все как будто бы это отель. Такое прям, ну как бы такое чистое все. Плюс, минус, дорого выглядит. Ну как? Выглядит просто все красиво так. Ну это хостел. Ну и вот его можно реально прям посоветовать. Я вставлю картинки и названия. Надо приблизить. Ну, конечно, да, вот если это парк в Москве, то это еще, естественно. Опять масштабность, да, масштабы. Колонны. Все, что в Москве, все театр, да, большой театр. Это колонны. Огромный театр. Господи. То есть вот это вот все, оно масштабное, с колоннами. Это круто. Мне это нравится. Как-то красиво. Пробуем дойти вот здесь. О, Господи. Где? Здесь, кстати, ну да, тут цветов, естественно, больше. Допустим, в Ростове парк имени Горького тоже есть. Ну, он, естественно, меньше в 500 тысяч раз. Но он тоже красивый. Ну, здесь, конечно, цветов прям много. В Ростове тоже есть цветы. Их высаживают вот как раз на Горького. Там тюльпаны, все-все-все. Это тоже, он, цветы всякие разные. Я не садовод, я не буду ходить вам показывать цветы, там, какие там, виды цветов. Простите, пожалуйста. Так, ну, вот я еду по парку вдоль. Везде линии. Вот, вот тут проходы. Голуби, как везде. Едет человек на пыта. Он двигается в пыли. Веселый парк. Снимаю вам парк. Снимаю вам парк. Как я вообще... Как я вообще ищу еду, я не знаю. У меня так все болит, не терлится. Господи. Потерпеть могу, конечно. Это я умею. Мы еще куда-нибудь тут выйдем. Давайте-ка я включусь, когда что-нибудь интересное найду. Пока что ничего интересного нет. Так, мы вышли с вами в зону отдыха без купания. Голи Цинский пруд. Нашел я что-то еще интересное. Пруд. Пожалуйста, там пруд. Там еще дети что-то за ним где-то лазят. Что-то делают. Там какая-то тусня. Пруд. Птички. Ну, это нихрена вообще-то не птички, ну ладно. Блин, он такой огромный. Господи, я не могу столько пройти, наверное. Там, туда еще. Вон, туда еще. Нет, это... Я не смогу... Блин, жалко, что здесь просто самокаты не едут быстро. Они едут 5 км. Это... Ну, что это 5 км? Пока весь парк объедешь, ты еще рублей заплачешь. Ладно, мы пойдем чуть туда, правее. Пацаны отдыха без купания. Без купания это прям подтверждание. Подупреждение. Без купания самое главное. Почему мне Москва всегда напоминает и Хабаровск, и Ростов, и все, и Стамбул? Включение, что ты как будто здесь как дома. В разных местах. Это все как-то... Ну, все как вот, как в узде. Все как Хабаровске. Как еще где-то. Может, вам велосипед взять? Попробовать. Но я, наверное, таких не ездил. Что за велосипед, это же не знак, как их вообще брать. Но идея была бы хорошая. Пруд большой, я так понимаю. У меня приближено было. Ну, ребята, ну ладно, ничего страшного. Все как начнут пранки снимать. Буду орать, как пидуночные. Все будут смотреть на меня. Миллион подписчиков буду делать. Сейчас как пойду в пруд нырну. Ну, прямо сейчас. Возьму и нырну. И что будет. Скажет 600 рублей. Маргарита. Маргарита 600 рублей. Все поду, как прыгнули в пруд. Понятно. Здесь оно будет всем. Там еще какой-то стеклянный проход. Переход. Если ты будешь крутить, то я здесь. Так, все. Конец. Пошли. Я особо в пруду не хочу плыть. У меня нахер не нужно. Вот, а что? Обзнание правительства получается. Ага, вот оно. Понятно. Так, ну что, надо идти на выход куда-нибудь. В общем, парт припонятен. Зелено, красиво. Весело. Что я не увидел. Ну, что я не увидел, то я не увидел. Потому что я не могу все обойти. Поэтому мы с вами двинем уже домой. Ах, пальцы мои, господи. Ну, прикольный большой парк. Кстати, еще похож на шелохова. Не, ну шелохова это не то, конечно. Там в Ростове. Там все в диберях каких-то. Все разбито. Там вообще опасно ходить. Деревья везде валяются. Не, там не то. Здесь прикольно. Просто я все весь сегодня не обошел. Потому что у меня болят пальцы. Это на поле лужа еще есть. Московская лужа. Он большой. Короче, я его долго буду ходить. Сколько смогу, вот заснул. А ну, видите, оно... Думаю, все будет, ну, не поплеснулось одинаково. После этот парк постоянно слышал про него везде. Он известный. Вот я сходил. Все, пора идти мне назад. Время вряд ли пошел. Я не сяду, посижу, господи. Наеду ноги меня. Где он?